Huawei MateBook 13 это компактный ультрабук для работы и развлечений. По цене он попадает в средний класс, но по характеристикам и дизайну вполне может вметить в премиум. Что нам сразу больше всего понравилось это размеры. По габаритам ультрабук чуть больше глянцевого журнала, то есть влезет в любой рюкзак или небольшую сумку. Все потому, что всю верхнюю панель занял дисплей, а рамки по бокам от него всего по 4 мм. IPS-матрица яркая, с насыщенными цветами и хорошим контрастом. Соотношение сторон кажется странным 3 к 2 вместо привычных 16 к 9, то есть экран немного вытянут вверх. Сделано это специально, так удобнее листать страницы в интернете, читать код или работать с документами и таблицами. Собственно, для чего и нужен ультрабук. Корпус из алюминия с алмазной гравировкой выглядит просто, но стильно, не собирает отпечатки и достойно держит удары. Собран ноутбук на пятерочку, зазоров нет, дисплей не дергается, когда набираешь текст на коленках. Даже если агрессивно печатать, клавиатура не прогибается. Кстати, несмотря на всю компактность, клавиши тут большие, с четким ходом. Кто работает с текстом, тот точно будет доволен. К тачпаду тоже никаких претензий. Он большой, откликается моментально и распознает жесты для работы с Windows. А для защиты данных предусмотрен сканер отпечатков, быстрый и точный. По разъемам ситуация такая. Два USB-C и дырка под миниджек. Маловато. Но в комплекте с MateBook 13 идет адаптер с портами VGA, HDMI и USB-A, так что ничего докупать не придется. Что еще удобно, ноут заряжается через один из USB, то есть к нему подойдут любые зарядки от смартфонов и даже внешние аккумуляторы. Так, а что с железом? Есть две версии MateBook 13, у обеих по 8 гигов оперативки и процессор Intel Core i5 8-го поколения. Отличие только в объеме накопителя. Либо SSD-шник на 256 гигабайт, либо на 512. Ну и еще у них разные видеокарты. В базовой версии стоит Intel UHD 620, в продвинутой дискретная NVIDIA GeForce MX150. О чем никто не говорит, а зря. Тут полноценная версия MX150, не урезанная, как в большинстве ультрабуков, которые ставят больше для заманухи, а полноценная с частотой 1500 МГц. Так что играть можно. Например, танки и CSGO на средних настройках выдают 40-50 кадров в секунду. Корпус греется, с коленок, конечно же, лучше убрать, но тянет же. Творцам на заметку, Adobe Lightroom работает гладко, а ролик в Adobe Premiere можно смонтировать прямо на ходу. 4К, конечно, с трудом, но Full HD переварит с легкостью. Из интерфейсов в MateBook Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 ГГц, два мощных динамика и то, чем 13-ка особенно выделяется среди конкурентов, это модуль NFC. Под него Huawei даже запилила специальную функцию под названием OneHop. Это такая технология, с помощью которой можно передавать фото, видео или тексты между ноутом и смартфоном. Выбрал файл, прислонил трубку, вот он на большом экране. Все очень просто. То же самое для отправки в обратную сторону. Удобненько. Если все суммировать, то у Huawei получился компактный и довольно мощный ноутбук для всех. Студентов, офисных работников, программистов, фотографов, да просто даже для просмотра фильма в дороге. Закинул его в рюкзак и полетел в отпуск. Или погнал на работу. Таким и должен быть ультрабук. А с видюха MX150 можно даже в игры погонять. Классно же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА